Врата смирения Интересно, какие ассоциации вызывают у нас слово смирение? Скорее всего, не самое положительное. Мы выросли с вами в культуре, где быть смиренным это как-то... А все остальное вы уже знаете. Лозунги были другими. Наоборот, мы не покоренные, мы должны быть гордые, мы должны отстаивать своему. Смиренные были монаши? А смиренные были... Убогие какие-то. Давайте прочтем вступление, как всегда, и попробуем объяснить, что за этим кроется. Сказал автор. В предыдущей части нашей книги мы говорили о посвящении дел одному только Богу. И выяснили, что гордыня преследует достигшие этого посвящения гораздо более прочих опасностей и причиняет делам нашим чрезвычайно большой ущерб. Тогда я понял, что из всех достойных внимания предметов ныне, после того, о чем шла речь прежде, важнее всего было бы поговорить о том, что могло бы отдалить упомянутую опасность. О смирении. Помимо этого, мы уже выяснили, что смирение есть основа, на которой может быть построена личность, заслуживающая наименование раб, раб Господа, раб Бога. И на этой основе служащий Господу может избавиться от духовных качеств, побуждающего ощущать свою власть над другими творениями, над миром, и признать перед Богом, что лишь Ему одному, а не творению Его, воистину принадлежит эта власть, как сказал царь Давид, мир Ему, Твое, Господь, величие и могущество, великолепие, вечности, красота и краса ибо всем, что на небесах и на земле. И также заложены в природе смирение, сила отделять от человека хвостовство, высокомерие, чванство, самолюбие, властолюбие и самоуправство, стремление к неположенному ему, по достоинству его и прочее, подобное этому берущее начало в гордыне. Мы с вами добрались до, можно сказать, сердца человека, до самой центральной точки. Тут нету... Это самое центральное место, самое глубокое место, самое больное место. Неизбежно мы должны были прийти к этому. И вот целые врата посвящены только этому вопросу. Как всегда, Рабейну Бахе, человек очень упорядоченный, с аналитическим образом мышления, он вначале строит, делает вступление, строит постепенно свои размышления. И первым шагом надо объяснить, почему эти врата, они находятся сейчас, они в другом месте. Мы уже прочли о том, что опасность после того, как человек освоит, он освоит уже возможность служения во имя Всевышнего. Но самая большая опасность – это гордость, которая пробудется у него в сердце из-за того, что он преуспел в этом. Как этого избежать? Ведь, как было сказано, мы говорили на прошлом занятии, еще до одного, подробно это разбирали. Потому что в тот момент, когда человек поднимается одну ступеньку, и при этом он смотрит сверху вниз, потерял все свое величие. Все, что он приобрел, все потерял на месте. Давайте снова обратимся к тексту. Сказал автор, в предыдущей части нашей книги мы говорили о посвящении дел одному только Богу. И выяснили, что гордыня преследует достигших этого посвящения гораздо более прочих опасностей и причиняет делам нашим чрезвычайно большого ущерба. Сколько занятий было посвящено обсуждению всех деталей, каким образом можно удостоиться служению во имя небес. Действительно чистого побуждения сердца. Представляете, человек сколько усилий должен приложить, чтобы добиться этого. И вот в момент, когда он добился, как мы сказали, много-много раз, то самое дурное побуждение, она никогда не оставляет человека. Он говорит, хорошо, смотри, знаешь что, я тебе даже дам добиться самого большего. Действительно, чтобы все твои намерения были во имя небес. Очень хорошо. Да, убей, добейся этого. Как только добьешься, я в твое сердце, я такую гордость. Вот, наконец-то, добился. Все потерял на месте. Так как эта опасность, она будет болеть. Результат ее будет очень болезненный для человека в самой большой степени. Казалось, добраться до самой вершины, и там все это, знаете, как какую-то вазу очень драгоценную. Несли, пронесли ее через реки, через горы, пронесли уже в конец. И в дворе у царя разбилось. Есть больше сожаления. Избежать этого сожаления, он говорит, смотрите, тут есть, надо найти противоядие. Надо вылечить это. Надо заранее обезопасить себя. И может быть, кому-то покажешь, речь идет о вершине служения Всевышнему. Да, действительно, это в какой-то степени тут мы находимся в смирении, это вершина. Сейчас дальше это поймем. Но она относится к нам в той же степени. Почему? Потому что вот эта вершина, знаете, как есть много вершин, в зависимости от того, где вы находитесь. Верно, есть там где-то Джабалум, это самое высокое. Но если вы живете там в районе нашего, то у нас тоже там храмон, это есть вершина. У каждого вместе есть своя вершина. У нас тоже есть своя вершина, которую мы можем потерять из-за отсутствия необходимого качества под названием смирение. Может быть, не в полной степени, но хотя бы чуть-чуть. Надо хотя бы быть осведомленным об этом. Тогда понял, что из всех достойных внимания предметов ныне, после того, о чем шла речь прежде, важнее всего было бы поговорить о том, что могло бы одолеть упомянутую опасность о смирении. То есть смирение идет только сейчас, не раньше. Давайте обратим внимание на очень интересные детали. Когда мы говорим о такие, знаете, слова громкие служения Всевышнему, то есть люди, которые еще пугают этих слов. Ну, скажем, просто жизнь еврейская. Давай, назовете ее, может быть, меньше пугать. Особенно у тех, кто пришли к этой жизни, не получив изначально это все в доме своих родителей. Нам это кажется, знаете, за один раз надо все овладеть. Смотрите, сколько книг, всякие разные поведения, и мысли, и молитва, и какие-то митцветы, и то, это все, все. Человек подумал и сказал, так, послушал эту лекцию, это прочитал, это исполнил, то вот эта еврейская жизнь есть. Верно, действительно, но отчасти. Оказывается, что, как в любой мудрости, служение Всевышнему, оно достигается только по определенному порядку. Не найдете в мире одной мудрости, в которой порядок не является условием достижения цели в нем. Предположим, мы строим дом. И, ну, сейчас как раз принесли цемент, вот, песок, ну, давайте замешаем и будем штукатурить. Секундочку, обожрите, а пришел сейчас электрик, говорит, что вы делаете штука? Я теперь должен разбивать вашу штукатурку и вставлять туда провода. А сантехник приходит и говорит, почему мы тут, по порядку, я должен был сначала установить трубы, а потом мы должны это, так мы видим, очевидно, понимаем, в любой области так, в любой области. Привозят несколько людей, не дай бог, случилось какое-то несчастье, 3, 5, 6 людей привозят в приемный покой, врач опытный проходит, один полностью в крови, говорит, ничего, он подождет, ничего страшного, не умрет, вот этого сразу на операционную, тут, да, есть порядок во всем. Почему? Согласно, понимает о том, что это важнее, это менее важнее, это то, это не, это сейчас умрет, этот может еще выжить, ничего страшного, там, ничего, крови. И так во всех областях. И тем более, и тем более, это касается и восхождения. Помните, учили Мсилат и Шарим, учили с вами книгу Рамхала? Она полностью построена на ступенях, одна за другой. Тура приводит к осторожности, осторожность, к расторопности, осторожность. Через ступени мы не перескакиваем. Мы должны знать, это ведет к этому, это ведет к этому. Условия всему, так и тут. Сейчас мы разберем, может быть, скажем несколько слов более, забегая вперед, о том, что высокомерие, то есть та самая гордыня, о которой мы тут говорим, это центральная, основная проблема человека. Все вокруг него, это корень всего. Если это так важно, то мы должны были бы, на первый взгляд, заниматься этим в первую очередь. Ответ нет. Это для тех, кто не понимает, как устроена душа человека. Уберете гордыню, уберете высокомерие, уберете у человека его жизненную силу. Сейчас мы пойдем. Почему? Что такое? Поэтому, поэтому, закончим только эту мысль. Поэтому, то, что касается вот этой основной жизненной двигательной силы человека, надо очень быть осторожным, чтобы знать, на каком этапе своей жизни заняться этим. Пришел Бахур в Ишиву, учится. И вот он сказал одно какое-то интересное замечание, вопрос. О, его охвалят, из него делают, я знаю, там, великого в поколении. Почему? Его эго как бы раздувает. А с другой стороны, он учит книги по еврейскому этике, где говорится, что это нехорошо быть таким, не надо таким быть человеком. гордым, и как это сочетается. Очень хорошо сочетается. Есть определенный этап, и есть определенное количество душ, которые до определенного времени, им нельзя заниматься самым сложной операцией в своей душе. Это разрушит их полностью. Должна быть двигательная сила. Поэтому иногда, значит, ой, бахурайшеватки, швейцеры, знаете, вы, как их эти, которые, значит, хвастаются, то это, а, бахурайшева, ты учишь мусар, ты должен быть уже, уже хотят в 18-20 лет видеть такого уже, знаете, уже полностью сложившегося человека, который присущий, я знаю, 70-80-х годам. Но все не так. Он должен быть еще, бродить, он должен быть туда, сюда, он должен говорить, только я понял это, да, только. Нет такого, как я во всей шиве. Правильно, отлично. Нет такого, как ты. Молодец, мы тебя сейчас еще там скажем. Получишь брызг. Это его двигательная сила. Уберите ее, вообще ничего не будет. У него нет достаточно разума, чтобы вести себя, вне зависимости от того, что люди о нем скажут. Не трогайте это. Он может полностью потерять свой путь в жизни. Поэтому так важно знать, на каком этапе. Видите, вот это врата смирения, мы не начали с них, вовсе нет. А мы прошли много-много-много с вами других ворот, прежде чем дошли до этих. То есть, после того, как мы прояснили все части служения, которые связаны с умением служения во имя Всевышнего, о, в этот момент уже, если мы уже прошли этот этап, тут уже уместно, уже с этого этапа уже уместно начать обращать внимание и на свое эго распухшее. Что за распухшее эго? У человека есть самое непостижимое, непонятное для ученого мира, то есть, которое, по-видимому, единственное, что готовы все признать, даже самые большие атеисты и материалисты и все прочее. Откуда выскакивает из нейронов мозга человеческое я? Полная загадка. До такой степени, что даже нет направления, в котором предполагают, что это может как-то раскрыться. Откуда идет моя я? А ведь я – это первичное ощущение человека. Мы с этим рождаемся, мы с этим просыпаемся, мы с этим идем спать. Я – это я, база всему, я вокруг меня, мир вертится. Ну, с точки зрения Торы, все ясно и понятно. То, что нам кажется телом, это только оболочка, истинная человек, что есть, его я – это его душа. Она неощутима в этом мире, ее невозможно не измерить, не взвестить, не выпарить, ничего. Она не принадлежит этому миру. Мое я было сотворено еще до того, как я появился в этот мир. Я спустился в этот мир, уже это я существовал. И вот с этим я постепенно, постепенно, так как оно вначале, оно спускается в этот мир, в материальную оболочку, суть которой – полное одоление от Всевышнего. Поэтому это я, оно исключительно скрыто в рамках, закрыто в рамках вот этого телесной оболочки и не более того. Поэтому ребенок вначале, его я, оно всецело связано с личным ощущением телесным, которое у него есть. Ничего, ничего другого нет. Еда, ощущение, голод – это все, что им – это я голодный, я мокрый, я и вот, что-то подрос, и мы улыбнулись, мне улыбаются. Еще подрос, мама с папой ругаются, и за меня ругаются. Что-то там, какой-то шум был, кто-то меня пугает. Все, ребенок воспринимают по отношению к себе, у него нет такого вне меня. Я – центр земли. Я – все. Как мы называем? Называем эгоцентризм. Как бы, я в центре мира, все вокруг меня вертится. Так мы рождаемся. Это я – эта вещь совершенно необходима. Без него человек бы не существовал бы. Это его я, которое должно и там частично прийти в грядущий мир. Что происходит дальше? Дальше по тому, что мы получаем сверху, мозаль называется, мы получаем разные уровни испытаний в этом мире. Вот это эго человека, постепенно он растет, оно начинает по-разному проявляться в этом мире. У одних людей это остается в каких-то постепенных нормах, а у других людей начинают, условно говоря, распухать больше своих размеров. То есть, человек начинает видеть себя больше, чем он есть на самом деле. Столько времени, сколько это речь идет, пять, шесть лет, девять, десять, или даже тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, то это присуще вот этим возрастным группам. Но когда человеку уже за тридцать, сорок, порой пятьдесят, шестьдесят, то, видимо, от него уже требуется умение посмотреть на себя со стороны. Не с эго, а вытащить как бы свое я. Знаете, как сейчас делают это? Знаете, да, 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 это вот оно. Может быть, для этого, это же оно. Ну, посмотри, сфотографируйся. Со стороны, как ты выглядишь. Тебе же кажется, что ты самый умный, верно? Самый, я знаю, там, симпатичный, красивый, сильный, умелый, то-то-то-то-то-то. Хороший. Уже это уж точно. Посмотри на себя, может быть, это не так. Называется высокомерие. И вселяет в душу ощущение своего превосходства. Это мы называем гордостью. И тогда вот эта гордыня, она может все испортить в нашей работе. То есть, она та самая, которая не позволит нам не прийти ни к чему. надо знать. В мире, мы говорили много-много раз об этом. В мире есть два корня, то есть, творение, есть два корня, которые, из которых исходят в человеке, имеется в виду, мир как человек. Два корня, из которых исходит все зло, которое может прийти в этот мир. один корень верхний, его называют высокомерие, другой нижний, называют его вожделение. Перейдем на русский язык так. Два корня. Теперь из этих корней уже произрастает все другое. Их много. Есть, которые два, которые четыре, мудрецы говорят. А есть, которые из высокомерия выводят практически все остальные человеческие качества нехорошие, которые у нас есть. И точно так и из вожделения он порождает все остальные, которые есть. При этом интересно, какое отношение у нас к этому. Оказывается, что к высокомерию отношение гораздо более строгое, гораздо более порицаемое, чем к вожделению. И не просто так. Это же в высокомерии мы называем это клепатый сав. Это как бы скорлупа и сава. А нижнее вожделение это клепатый сав. Это скорлупа и сав. Теперь они наиболее близкие. Это те, которые наиболее близкие. Более близок и сав. Он, как сказать, мы из одного вышли из одной мамы вышли, в одном животе у мамы были вместе с ним. Вожделение, почему оно менее, естественно, оно запрещено. И естественно, что все, что с этим связано, это совершенно разрушительно. Вожделение менее по отношению к высокомерию, менее порицаемое по той причине, что оно изначально движимо уместными желаниями тем, которые Творец нам установил. Сохранение жизни и сохранение два инстинкта есть только. Два инстинкта нет. Все остальное держится вокруг этого. Все остальное необъяснимо именно из этого. Сохранить себя, а так как невозможно сохранить себя, человек умирает, он почему-то хочет сохранить свой род. То есть называется продолжение рода. Поэтому есть эти два инстинкта самосохранения. Это связано с едой, поэтому надо спать, поэтому нужно, необходимо, это обязательно, необходима еда, необходимо спать, необходимо гулять на улице, дышать свежим воздухом. Есть много смотреть по сторонам, чтобы набирать, есть много, что сохраняет человека, как человека, просто как для того, чтобы он вот жил и функционировал, сам сохранял себя. Сам сохранял самого себя. А вторая это продолжение рода. Что такое продолжение рода? Это колоссальная сила, которая должна заставить людей разных полов стремиться друг к другу, иначе бы не продолжалось бы, а Бог не захотел отдавать это нам на наше решение. На наше. мы решили, буду продолжать род, не буду продолжать род. Забрал у нас это. Нет свободы выбора. Мы слепо стремимся друг к другу. В колоссальной силе. Где проблема? Человек использует эти естественные инстинкты, хорошие, что называется, поменял главным второстепенно, второстепенно главным. А так как эти инстинкты, как творец сделал, чтобы человек мог хотеть их, они сопровождаются эффектом приятным, и даже, может быть, очень приятным. Поэтому народ захотел получить больше вот этот эффект, чем вот непосредственно сам желаемое повеление этого инстинкта. Поэтому это не столь запрещено, это порицаемо. А вот то, что касается высокомерия, корня высокомерия, фу, а веба-то туман. Черт только не сказано. Сколько самые-самые-самые, что не есть слова, резкие, поэтому у нас это по поводу человека гордого, человека высокомерного. Почему? Ну и что? Ну так я высокомерный человек. Ну и что? Посмотрел со стороны. Кроме того, что просто находиться в окружности двух метров около такого человека очень сложно в семье и на работе везде, где угодно. Но поэтому пока мы сейчас не говорим. Знаете, где, в чем проблема? Проблема о том, что человек высокомерный, он никогда не познает истину. Он даже никогда искать ее не будет. А если будет искать, то он всегда что-то добавит от себя. Потому что не может просто так это вдруг что-то раскрыть, признать о том, что а где мое участие, а как я в этом нахожусь. Это самая большая беда, которая есть. А скажите, а в чем проблема? Тогда надо в двух словах сказать о истине. Скажем только в двух словах. Вопрос истинной лжи, который у нас на уровне правды-неправды с детьми себя, естественно, не замечаем. Нам кажется, что-то второстепенное такое. Важное, да. Но все люди живут, обманывают. истинная ложь это база всей нашей жизни, на этом строится весь мир. Сказано про творца Хотамо Эмет, то есть его как бы представление в этом мире, он представляется в этом мире, его как бы образ это Эмет, это истина. Что это значит? Реальность сама определяется как истинность. А все остальное это ложь. То есть, что значит все остальное? То, что не реально, то, что не существует. Есть один правильный ответ. Скажите, сколько неправильных ответов есть? Бесконечное множество. Истина одна. Лжи сколько угодно. Откуда она появляется? Человек его производит где? В своем воображении. В своем до истины перебороть это воображение это колоссальная работа. Поэтому, если мы хотим выиграть эту жизнь, понять, для чего человек пришел в этот мир, мы обязаны добраться до истины? Если мы не доберемся до истины, не поймем, почему человек пришел в этот мир, и будем искать в этом вопросе ответа, и будем разбираться, разбираться, разбираться. Если мы не дойдем до истины, мы никогда не придем к тому той цели, для которой мы сотворены. То есть, мы пропустим самое основное, не еще что-то, а самое основное, для чего душа спустилась в этот мир. Вопрос истины и лошадь это основной вопрос, который должен занимать человек. А где истины в этом мире? С этим вопросом человек должен ходить. Так и вред должен быть сотворен. Так он должен себя вести, так должен спрашивать. То есть, это самое важное. Самое ненавистное это лошадь. Поэтому, это отвечает на интересный вопрос. Просили, а почему такие идолопоклонства запрещены? Ну, такие идолопоклонства, какие-то глупые люди поклоняются кем-то, я знаю, дереву и камням, предположим. В общем, не так. Это не, это уводит от истины. Поэтому таково это опасно. Почему так, так, так сказано много в теории про запреты идолопоклонства, вообще так уделено много этому внимания. Это не только, что в те времена это было настолько распространено, поэтому надо было поставить какую-то ограду этому. Это, естественно, тоже так, тоже по этой причине. Но, чтобы подчеркнуть снова и снова о том, что самое большое прегрешение, самое большое прегрешение, которое может быть, оно в мысли, в понимании, осознании этого мира, как он устроен. Вы можете уйти от истины, найти какую-то альтернативу одному единственному решению, которое есть в этом мире, одной истине, которая есть. Все остальное, это еще добавки, это выдумки. Видите, сколько есть всяких разных представлений, бесчисленное количество. Ложь. Все ложь. А истина всегда одна. Высокомерие не позволяет прийти к истине. В этом вся проблема. Она не даст, просто не думает. Она все, она сама хочет поучаствовать, она хочет что-то додумать, она хочет что-то добавить. Поэтому она настолько порицаема. Поэтому настолько она опасна. фантазии. Человек живет в фантазии. Понимаете? Высокомерие, оно толкает к этим фантазиям. Подталкивает. Почему? Потому что там как бы мое я. Истина одинакова у всех. Стакан это стакан. Не можно это сказать. То, что есть книга, это книга. Все. Теперь а где же я? А где же мое эго? Теперь я могу уже добавить что-то от себя, что это не так. Искать что-то оригинальное. Фантазии. Все в фантазии. Люди отличаются только в фантазии. Чем они еще отличаются? Если бы люди живы настоящим миром истины и разума, то все бы соглашались друг к другу. Ну, все приблизительно мыслили, как написано. Человек отличается тем, что он по-разному фантазирует. Разной степени, естественно. Призывайте внимание, что на двух концах этого находится человек, которого можно определить нормально, а человек, которого можно определить не совсем нормальный. Чем отличаются один от другого? Знаете, чем отличаются? Люди, которые мы определим не совсем нормальные. всякие разные по-русски говорят, крыша поехала, то это, ну, знаете, какие-то это. У них нету тормозов на их фантазии. У нормального человека он фантазер, но он может понять, что эта фантазия не реальность, и заодно ему стыдно раскрыть это. а человек, у которого, ну, чуть-чуть озон все это говорит, понимаете? У него все эти фантазии, это так, это так, нет, это меня преследует, это имеет в виду, это всякие разные вещи, которые не существуют в реальности. Он говорит об этом, почему? Потому что он верит, что это как бы это реально, полностью живет в лжи. Давайте вернемся. гордыня. То есть надо знать, что эта гордыня, она та, которая является основным нашим врагом, которая может нас испортить все наше служение. Только надо знать, на каком этапе с ней начать бороться, как мы говорили. Дальше говорит Рабин Бахи. Помимо этого, мы уже выяснили, что смирение есть основа, на которой может быть построена личность, заслуживающая наименование рак Раб Господа. Вау. Смирение. То есть у нас наша тема это противоположесть гордыни. Есть такие слова, которые ассоциативно у нас, не знаю, может быть, нехорошо ассоциативно. Смирение гордыни. Это идет из других конфессий. Правильно. У нас взяты это все. Почему? Потому что это основное, что есть. Мое я, каждый из нас хочет быть независимым, и кое-что хочет быть я, хочет, чтобы его услышали, чтобы приняли его мнение, и тогда сейчас мы это раз, все это раз. А тут надо что? Надо быть смиренным. Смиренным это как будто моего я нету. представляете, убрать свое я. Человек целый день свое я выставляет. Помните, попросил одного человека написать некую статью, ответ на вопрос. Он ответил на целую страницу. Каждое предложение начиналось со словом я. Я так думаю, я полагаю, а по-моему, я там. Я в центре, все вокруг него. Все я. Теперь, представьте себе, что человеку удалось добиться этого качества под названием смиренность. То есть, он смирил свое я, свою гордость. Предположим, что это есть. Оказывается, что только тогда, только тогда, что это самое сложное, которое есть, он может удостоиться и заслужившее наименование раб Господа. То есть, оказывается, у нас есть люди, которые, наоборот, они стремятся к тому, что достоятся получить медаль независимого мыслителя, независимого человека, который поступает совершенно независимо ни от кого, он что хочет, то и делает. А тут у нас идеал во всем другой. Наш идеал удостоится самого высшего звания, которое есть, орден нам в конце дадут, медаль, раб Бога. В чем он состоит, как мы сможем туда добраться, к этому, если удастся смирить свое я. И на этой основе служащий Господу может избавиться от духовных качеств, пробуждающих его, ощутить свою власть над другими творениями над миром и признать перед Богом, что лишь ему одному а не творение его, воистину принадлежит эта власть, как сказано. Вау. Слушай, сейчас мы произошли к очень-очень центральному месту понимания. Что человек хочет, по большому счету? Царем быть. Дальше мы поймем, что мы мелко плаваем, а есть, которые не только хотят быть царем, они самим Богом хотят быть. Правда, так напрямую не говорят. В наше время это не принято, не популярно. В былые времена не стеснялись это говорить, как фараон в свое время говорил, Юри, который вот это сотворил, не стеснялся даже этого. Как избавиться от этого качества? Какого? Желания властвовать над другими людьми. Нам порой кажется, что мы видим этих властных людей. Мы их различаем среди политиков, начальники, верно? А не надо далеко ходить. В семье нашей. Где основная драка между мужем и женой? Лоб в лоб. За что? Ты кто такой? А ты кто такой? Борьба за власть. Человек хочет быть главнокомандующий. Он хочет быть царем. Дворник. Ну, по крайней мере, над своей этой самой, как его, ветелкой. Ну, хоть над чем-то. Почему гоняют детей так? Несчастная мама, забитая. Типичный примен. Которую родители забили до пополнения. Стерли в ней вообще ее я. выросла. Это только стерли имеется ввиду, не дали ей возможности, так сказать, просто забивали. По-простому. И мы другим, что она превращается в точно такого же изверга. Как это происходит? То есть, она гоняет своих детей, она кричит, она орет, она порой даже на пустом месте. потому что, видимо, книги такие она никогда не читала. Живет чисто инстинктами. И то, что изнутри выпирает, это где мое я, ее эго, только наконец-то пробудилось, наконец-то ее оставили в покое эти родители. Она, скажем, уехала куда-то вообще в другое место. Теперь у нее есть кого-то топтать. Понимаете? Теперь есть с кем командовать. Муж тоже не дает, а жрет на нее, предположим, назывался более сильным, чем она. И она вообще единственная отдушина, которая есть. Командовать хотя бы детьми что это может породить. Изнутри человека внутри есть огромное желание царствовать, властвовать. Примите мое мнение. Все, чтобы стояли по стойке с миром. Я тут командир. Я тут командир. Знаете, как быстро. Более того, человек хочет быть Богом. Откуда все это идет? Откуда идет? Попробуйте, чтобы они объяснили. У нас это гладко проходит. В Торе сказано, как сотворен человек по образу и подобию. каждый из нас сотворен как Бог. Мы это не понимаем осознанно, неосознанно хочется еще как. И чем больше ума, чем больше интеллекта, чем больше человек понимает и разбирается, тем больше его ощущения, сили его. Поэтому те самые верхушки элита человечества, оно всего состоит из нескольких десятков человек, которые определяют, что, куда человечество пойдет. мы перекроем реку, мы запустим экспедицию на Марс, мы захватим этот мир. Человек это звучит гордо. Мы переделаем этот. Что это за люди? Читайте, что они пишут. Читайте их язык, каким языком они пишут. Это Боги. Это Боги. Во-первых, они с огромной легкостью рассуждают про Бога. Это очень легко. Они решают, быть Богом, не быть Богом. То есть, например, типичный образ мышления их в качестве примера, так как видение понятия творец не приносит ничего в исследовательскую работу ученого, поэтому эта идея исключается из рассмотрения. Понимаете? Значит, они решили, так как это не помогает их исследовательской деятельности, они-то основные, которые определяют, что в мире есть что, то значит Бога нету. Другие мыслители, они обращают внимание, что в мире есть зло. Посмотрите, сколько зла из мира. Эти умирают, есть войны, какие-то наводнения, когда люди мучаются, какие-то люди, хулиганы. Смотрите, сколько зла в мире. Бог бы не мог такого допустить. Верно? А если он допускает, то такого Бога я не хочу. Вы слышите, они определяют, хотят они такого Бога или нет, от того, что, как они решат, по-видимому, он существует или нет. До какой степени? Это люди интеллектуальные, высоко, его всех, все их слушают, все их слушают, все их слушают, все хотят их мнение, читают их книги. Они очень-очень хотят, они очень-очень хотят властвовать. Представляю себе, вселенная, у которой есть хозяин. Ну, так кто они такие? Они тут подвластные какие-то, они только мелкая какая-то. Все случайно в мире, вы знаете. Знаете, почему все случайно? Потому, что бесхозная вселенная это самый большой подарок для этих людей. В бесхозной вселенной знаете, кто хозяин? Они хозяева. Они хозяева. У них есть полная что называется авторитет, у них есть возможность сказать, мир устроен так, он устроен так, это хорошо, это плохо, почему? Нет хозяина в мире. Мы разобрались, как устроен мир, если мы разобрались, как устроен мир, значит, мы можем установить, и все остальное, что, естественно, все ложно в этом мире. Мы хозяева. Человек хочет быть Богом. Примеров таких сотен. Выборы. Выборы. Почему есть распространение мнения о том, что демократия это образ правления гораздо лучше, чем когда-то было царствование. Есть много ответов на это. В корне всего каждый человек хочет быть царем. А что он только царь, я о чем не хочу? Давай поменяемся, раз в 4 года, один раз ты, один раз я. Даже если меня не выберут, а ты у меня в моих руках раз в 4 года, ты ко мне прибежишь, чтобы заслужить мой голос. Ты будешь перед мной попрыгать, попрыгать. Верно, потом ты будешь пару недель, пару недель я царь. Что-то там внутри, каждый из нас ощущает, я управляю этим, я участвую, я с вам дал голос. Как этого всего избежать? Всех этих заблуждений и всего этого страшного заблуждения, которое может увести человека от цели его сотворения в этом мире. Смирение. Смирение. Смирение имеет огромную силу, он говорит. Также заложено в природе смирение сила отдалять от человека хвостовство, высокомерие, чванство, самолюбие, властолюбие, самоуправство, стремление к неположному по достоинству его и прочее подобное берущее начало где в гордыне. Все, все, все там находится. Это можно сделать десятки занятий. Только тут остановиться, каждое слово. Каждый человек хочет жить счастливо, верно? Значит, что-то ему не позволяет жить счастливо, если он так хочет. Скорее всего, он не счастлив. Он хочет быть счастлив. Что ему мешает быть? А его... Он сам. Назови... Он сам. Только, когда мы начнем раскрывать скобки, что имеется в виду, он сам, ну, скажем, это его дурно побуждение. Давайте еще больше раскроем, что там выяснится. Его гордыня. Тут он не мог себе сдержаться, его задели. Тут задели. Там сказал, там так растердился. Тут он захотел вообще всех объединить. Тут захотел себя разъединить. Тут захотел себя командовать. Тут хотел показать себя с лучшей стороны. Там он... Сколько человек делает глупостей, о которых потом сожалеет, сожалеет, сожалеет. Что я наделал? Ну, это уж потом понимает. А до этого уже дела на... Он столько несчастья себе приводит. Столько несчастья. Столько несчастья. Все из-за чего? Из-за своей... Это слово глупость и слово гордость. У нас это не синонимы на первый взгляд, но на языке атора они близки очень. Это глупость и гордость одно и то же. Человек, который не гордый, это человек, который способен избежать хвостовства, чванства, самолюбования, властолюбия, самоуправства, все вот это все, весь набор глупостей, которые есть, которым можно еще добавить целый список. Например, присущие к нам очень насмешки, сарказма. Ну, добавляйте еще. мы сами можем выстроить целую серию того, что гордость наша порождает, чтобы уничтожить другого человека. Только гордость управляет нам. Забирает у нас счастье, забирает у нас все, нормальную жизнь забирает, все забирает. Это вступление, это начало, этим мы будем заниматься, это наша тема. Подводит итог Руену Бахе и говорит, то давайте теперь проясним это. И, как всегда, мы уже говорили, он человек очень упорядоченного ума, он приводит нам будущее обсуждение, что нам предстоит, чем нам предстоит заниматься. 10 вещей, помните, он все время все у него, там 7, 3, 10, 10 вещей, относящиеся к этому качеству. Теперь снова кто хочет понять, как вообще следует размышлять, что такое размышление, может увидеть уже в предложенной программе, как это можно, нужно делать. Анализ. Так делается анализ. Первый он говорит, что значит смирение, что первое надо выяснить. Сначала надо определение дать, мы говорим о чем-то, и не знай, что вы думаете по слову смирения, он думает одно, мы можем думать другое, значит, ну, первым надо выяснить, что, то есть, определить, что и что. Второе, насколько частей она разделяется, о, давайте теперь более конкретно разберемся, что имеется ввиду, что прячется, вначале мы даем определение общее, хохма, после этого мы должны ее разложить на те составляющие, из которых она собирается, стороны бина. Третье, с помощью чего она достигается, то, когда мы поняли, как и наша цель в чем состоит, чтобы добиться этого качества, значит, он должен указать нам средства, при помощи которых мы сможем добиться качества и смирения. После того, как мы предположим, его добились, теперь мы должны понять, а для чего мы добились? Вопрос четвертый, который надо обсудить, в каких делах оно применимо? Теперь, пятое, если мы уже вошли в конкретное обсуждение, где это применимо, теперь надо знать, как в этих случаях это достигается, что это еще один уровень понимания постижения этого качества. Шестой вопрос, как следует вести себя обладателю этого качества? То есть, мы уже один за другим, даже постигли этот уровень, предположим, теперь, он говорит, секундочку, как следует вести себя обладателю этого качества. Седьмое, что будет тут разбираться, по каким признакам можно различать, обладает ли человек качеством смирения? А вдруг мы находимся в самообмане? То есть, нам дадут критерии, как следует себя вести. Не просто так, оставим это на общую, так сказать, идею. Вот так это и так, это так, вот такой путь, как этого добиться. Конечно, а как это, в чем это должно выражаться в нашем поведении? А потом проверка, а действительно это так или нет, признаки этого. Восьмое, обусловлено ли приобретение качества смирения наличием прочих добрых качеств? Или, напротив, приобретение прочих добрых качеств требует, чтобы, прежде всего, обрел качество смирения? О, фу, это уже вопрос очень-очень-очень непростой. Если это корень, то надо сначала работать с корня, и тогда все остальное будет приобретено, или наоборот. Пойдем сверху, снизу вверх. Сначала будем работать, что называется, по всем ветвям, и только потом придем к корню. То есть, будем говорить о исправлении всех качеств, которые есть, и в конечном итоге мы сможем исправить и качество гордыни. У, это вопрос очень-очень важный, центральный. Девятая часть. Могут ли смирение и гордыня пребывать в сердце человека вместе? Теперь, мы уже прошли все этапы, все разобрались. Тут могут спросить, секундочку, очень хорошо, мы добились смирения, да? Но скажите, а гордыня никуда не ушла? Может быть, они там вместе, как бы, как-то дружно сжились? Такое тоже может быть. это хорошо, это плохо, это может быть или это нереально? Десятый вопрос, который мы будем разбирать. Польза смирения в делах этого мира и будущего мира. Просто это, ну, во всем правилах щивук, как по-русски говорят, щивук, это... А? Не слышу. щивук, это... Да? Ну, забыл это слово по-русски, но языке лежит, нечего знать. Реклама, реклама, я знаю, прошел рекламу. Все правила рекламы. Что за реклама? Для чего реклама? После того, как уже мы создали какой-то товар, теперь надо убедить людей, чтобы купили этот товар, то есть, после того, как мы все это разобрали. И не знаем, ведь приобрести качество смирения, это вещь очень-очень больная. Не так просто. Значит, надо теперь убедить человека о том, что стоит тебе приобрести это качество, несмотря на все усилия, несмотря на боль, которую придется потерпеть, по-видимому. Видите, один за другим, один за другим. Как важно знать о том, что вот пример. Строить жизнь надо упорядоченно. Порядок. Порядок всем. В основном мы люди, живущие в мире беспорядка. Мысли ассоциативные, деяния туда-сюда. Мудрецы отличались всегда, у них все было, мы с удар. Мы с удар, это все было упорядоченно. И их жизнь бытовая, то есть рутина их жизни была от минуты до минуты, все было взвешено. В голове не каша, мысль за мыслью. Порядок во всем. Порядок. И уж точно мы не думаем, что порядок необходим и в этике. Тут, казалось бы, ну, почитал тут, почитал там, давай, сделал тут, сделал там. Порядок. Порядок есть в этических вопросах. Человек хочет работать, продвигаться в духовной жизни. Он должен знать порядок, как продвигаться. Лестница за лестницей, ступень за ступень. Разобраться в любом вопросе точно так же нужно. Вот пример анализа, как мы его проделываем. Мы можем сразу к средствам броситься, но мы еще не поняли, о чем даже речь идет, не дали определение. Есть порядок во всем, которому надо придерживаться. И он очень-очень важен, когда мы учим вопросы, связанные с еврейской этикой, то, что называем мусар. Есть виде, порядок, он установлен. Надо это знать, и надо прилагать все усилия для того, чтобы идти по этому порядку. Мы закончили вступление. Мы можем успеть еще сказать раздел первый. Почему? Он очень короткий. Он очень короткий. Тут всего лишь дается определение. Для нас это будет база, основа, и на этой основе мы построим все остальные занятия, с этого все начинается. Что такое смирение? Это раздел первый, и это вопрос, на который должен Рабейну Бахи дать нам ответ. Интересно, была бы у нас возможность, или время, или другая форма общения. Интересно было слышать это всех. Что вы думаете, что такое смирение? По-видимому, у каждого было свое мнение. Говорит нам Рабейну Бахи так. Смирение это состояние души, ощущающей себя низкой, недостойной, не имеющей большей ценности в собственных глазах. Способность к подобному ощущению одной из душевных качеств человека. То есть, если искать в современном обществе что-то порицаемое, что-то, что просто все должны просто взорваться. Вот, видите, прямо написано. Все наоборот. Что наше общество говорит? Давай, гордись. Гордись. посмотри, какой ты красивый, посмотри, какой ты умный, смотрите, как ты преуспел. Успешно. Все время подчеркивается это. Все время наоборот. Надо быть все фильмы, все призывают, все книги. Герой. Кто у нас герой, который мы непокоренный, который идет против всех, революционер, имеет что-то свое, он неподвластный, я его, он, 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 в своих глазах он видит себя выше всех. Я, я спасу страну. Я тот, который детей ваших выручил, я тех, которые смогут построить экономику, я продвину наш народ в Буду. Демагоги. Питер. А второе все наоборот. Самое качество, основное, основное, то есть, корень основных положительных качеств, которые есть, называется смирение. Тут, правда, есть чуть-чуть надо разобраться из слова анава, да, анава, да, и есть кния, кния, это шар, а кния, что он очень близок, а слово кния, оно определяет определенную часть слова ана, анава. На это уже не будем ходить в эти, тонкости, кто знает язык, то рыбы, это было бы легче, если бы на ней мы говорили, по-русски нам достаточно сказать, что это приблизительно одинаково. Самое качество, важное, которое мы должны приобрести, это качество смирения, скромности называть. Смирение, такой спокойный человек. смотрите, кому мы себе в состоянии души, ощущающие себя низкой, недостойной, я вообще никто, я вообще самый низкий, не имеющий больше ценности в собственных глазах, понимаете, а у нас все время бетахон от СМИ, как это, человек должен быть уверен в себе, давайте воспитывать уверенно в себе, давайте, давайте на секундочку остановимся. Вы помните, о чем мы говорили? Что это качество центральное, и работать над ним необходимо только на определенном уровне. Представляете себе о том, что мы начнем внушать ребенку, ты никто, ты не достоин, никакой ценности внушения не должно быть, мы его убьем, прежде чем он вырастет, он не вырастет, он умрет, а вместо этого, ух, хомут, какой-то ты умный, какой-то мой, мой человек, ты такой умный, ты такой сильный, ты такой красивый, ты самая большая красавица, то это, ба-ба-ба-ба-ба-ба, выросли, все ходят, вот такие вот индюки ходят, а вырос индюк, вот до нормальных размеров, то есть, да, там взрослых, таких, знаете, такой, оп, отцор, стоп, отсюда и дальше, давай, посмотри, для чего ты пришел в этот мир, только после того, как ты приобрел эту самоуверенность в себе, эту горшину, а, вот теперь отсюда и дальше, вот почитай, что написано, фуя, нехорошо, смотри, человек должен быть недостойным, не имеющим больше ценностей, глазами, а ну, давайте переведем это на русский язык, тут это сказано языком, это, чуть ли не тысячелет, недавний с ним, как это перевести на наш язык, это, ва, и самое, значит, только быть человеком смиренным, мне ничего не полагается, мне ничего не полагается, а с каким ощущением мы ходим, у нас все написано тут, недодали, недополучил, все время, все время недовольны, все время, видите, что вы умеете делать, я умею сидеть недовольным видом, но все время недовольны, вы чувствуете, человек все время чувствует, что ему положено боль, и он недополучил подавленный в таком состоянии человек смиренный ему ничего не положено а кто тебе сказал что тебя должна быть нормальная жена или спокойные дети где это написано куда ты знаешь просила меня одна женщина у нее страшный случай развод с мужем не очень хорошо там это можно было изначально можно было по-видимому понять и не сильно здоров душевно и она свое время когда она выходила замуж она спросила вопрос одного раба не она сказала выходить замуж мы люди доверяем нашим раввинам раба не она сказала браху сказал все вышла замуж как это может быть посмотрите на наш его не знала как она у него сказать браку смотрите что получилось я сейчас должна разводиться то есть она и не только она все мы исходим из того что нам полагается нормальная счастливая жизнь без испытаний полагается на нормального мужа нормальную жену здоровых детей и обеспеченности явно что полагается когда это мы не получаем вообще мы сходим с ума мне помог это может быть как это человек приходит в этот мир во первых он уже сам имеют себя за пазухи непонятно сколько из чего из его жизни ему что не полагается в этой жизни еще какого-то наказание как искупление я же не говорю про все предыдущие что было до того как мы болеть чувак люди которые жили одной жизнью и вот уже стали жить другой нам что не полагается за прошлую жизнь ничего нам полагается только такая знаете такая счастливое будущее с баллонами и конфетами иначе ты шампанским да то что это в нашем фантазии такой только может быть может быть как раз наоборот для того чтобы мы искупили что-то в своей жизни исправили нам полагается нездорового душевного мужа нам полагается полусумасшедшую жену свести тебя с ума посмотрел наконец-то пришел в себя это игру крайний случай или каких-то властных или каких-то ну неуживчивых людей так и скандального характера кто сказал что это нам полагается спокойную женственную покорную красивую умную еще как это все считается вместе по на все это хотим купли комплект по-русски человек который он смиренный смиренный человека он мне ничего не полагается я только одну человек такой может сказать я не прав понимаете что такое сказать я не прав нам больше всего хочется заказать свою правоту делай так не делай так я тебе сказал как это делал основное человек смиренный он не чувствует себя царем в этом мире что мы все принадлежит и что он тут хозяин и что он должен властвовать и все должны его слушаться на это в первую очередь относится к отцу который полагает о том что его все жена дети должны слушать отдельно тема не хочу подымать надо объяснить хорошо да должны слушаться но только он не должен ожидать этого он не должен ждать этого не должен жить с ощущением что все обязаны ему все должны ходить по стойке смирно да папа так должно быть но это они должны это принять сами а папа сам должен жить но не хватает качество но хотя бы на этом уровне под название смирение гордец который разрушает себя и всех вокруг себя когда она коронится в его душе являя являются знаки его во внешнем облике человека мягкая речь тихий голос сдержанность минуты гнева отсутствие мстительности даже тогда можно отомстить слышите вот вами проявление сразу он пишет а человек смиренный человек истинно смиренный у него есть ясные проявления которые есть он говорит тихим голосом не поднимает его него мягкая речь он сдержан в минуты гнева сдержан отсутствует мстительность а и у нас все наоборот это человек который можно назвать смиренный то перешли наше время продолжим это в следующий раз всего доброго привет из русалима спасибо